Приветствую всех зрителей, подписка в канал. С вами Жек Херзок. Устраивайтесь поудобнее. У нас прогулки по Анталии. Мы в одном из самых красивых мест в Анталии, которое называется, как Маша, водопады. Китайские водопады. Да. Снимаешь или нет? Снимаешь? Точно снимаешь? Подожди, я не вижу, да? Точно снимаешь? Ребята, всем привет. Мы сегодня с вами прогуляемся по набережной и идем на водопад. Да, Дюденские водопады, которые мы вам покажем, это одна из главных достопримечательностей города Анталии, в которой, еще знаешь, как называют, Маша, Дюденские водопады? Дюден. Дюден или водопады Александра Македонского. Я не знаю, почему. А может так и никто не называет. Ну, тут прям такой запах воды, ну, именно морской запах. Очень круто. При том, что Дюденские водопады называются в честь реки Дюден, которая начинается 30 километров от города Анталии и проходит через весь город. И с высоты, я не знаю, сколько там метров, вы напишите в комментариях 100%, падает в морскую воду. То есть, горные реки сливаются в реку Дюден и впадают в море. И из-за этого такой запах воды, как ты сказала, морской воды, потому что, ну, ты понимаешь, почему. Вы понимаете, почему это все происходит. Очень красиво. К сожалению, ветер может быть задувать чуть-чуть и будет небольшой шум, но вид тут просто восхитителен. Можете посмотреть, как все круто выглядит. Маш, тебе нравится? Очень. В Дюденских водопадах. Но мы еще не видели. Да, это нижние Дюденские водопады, которые впадают в море. Есть еще верхние Дюденские водопады. Они находятся 10 километров от города Анталии. И я думаю, если вам понравится такого рода видео, мы еще туда поедем. Теперь мы с вами приближаемся к самим водопадам. Это может быть шумно чуть-чуть. И с правой стороны вы видите постройки, дома, а с левой стороны вы видите прямо море. Маш, как тебе эта красота? Нет слов. Смотри, там себя не боялась. Не стрёмно сидит. А вдруг оно обладает. Да, частенько местные жители с гостями или просто. Приходят и сидят прямо вот здесь. На обрыве. Насколько это опасно или безопасно? Бриз. Ну, оно уже так чувствуется. Бриз надо вставить, будет песню Продиджи. Это смотровая площадка, да? Да, получается. Кстати, это абсолютно бесплатный доступ. Имеет любой, каждый сюда. И с этой обзорной площадки возле Дюденских водопадов открывается довольно-таки красивый вид. Очень красивый вид. Ах, нет. Но, поверьте, мы ещё вам покажем. Маш, прям сюда заливает водой. Ну, осторожно. Ну, что, Маш, первую достопримечательность Анталии. Дюденские водопады. Let's go. Главное, сейчас телефон дестабилизатора не уронить. Офигеть, смотри. Да, мы с вами пойдём на вон ту смотровую площадку. Я думаю, там откроется более красочный вид. Но пока... Прыгнула вниз отсюда. Нет, конечно. Сыкуха. Горя. Горя. Да, блин, и прям морская вода тебе. Ну, как всегда, на закатах куда-то. Пошли дальше. Нравится тебе? Очень. Видела хоть раз такое? Конечно нет. Где? Кременчугские. Кременчугские водопады, известные на весь мир, когда прорвало трубу. Или Херсонские водопады. Ребята, как вы видите, горная река, которая проходит через весь город, ведёт сюда и проходит прямо в горы. И сейчас я вам это всё покажу. Пошли за мной. Вы не пожалеете. Ребята. Баш, ты как экскурсов. Сына. Ты как экскурсов. Ну, я только деньги не беру, понимаешь? Да, да. Ребята, и выходит вот сюда и впадает прямо в море. Какое это море? Ребята, кто умный, напишите в комментариях, какое это море, потому что я забыла. А кто может использовать гугл? Подожди, это Средиземное море. И сейчас мы пойдём на ту сторону, где откроется великолепный вид, я надеюсь. На? На сам водопад. Приглашаю вас со мной. Тут очень скользко, а в дороге. Смотри, какая кащель. Для детей? Ну да. Как я вижу, им ростам тоже очень нравится такая кащель. Очень весело. Они восторге. Прикольная детская площадка. Да, хорошая. Спасибо. Спасибо. А это по-своему, да? Нет. Что такое, купол стеклянный? Не знаю. Ну вряд ли это не уйдет. Навряд ли. Ещё будет очень красиво, если я буду сейчас идти и прямо упаду. Было бы неплохо. Для контента. Мне лучше быть. Смотри, посажены новые деревни. Ну да. Баким веонарим галисмазь. Баким веонарим галисмазь. Ребята, идеально турецкий. Вон сюда вправо. Ты думаешь? Я думаю, так будет шуметь ветер. Ну, ребят, сами можете понять. Сразу делаем свои радиоприёмники. Или на чём вы там это смотрите? Потише. Радиоприёмники? Радиоприёмники? Потому что будет громко. Маша, ты с какого года? Блядь, с 80-го? Я не знаю, с Европа. Ты с 80-го, что ли? Будет немножко громко. Ты телепортнулась в 80-м году? Да. Ладно, погнали. Вон, смотри, идём туда. Радугу видно, Маш. Где? Вот, прямо. Где радуга? Ну, вот сюда. А что, где радуга? Видишь радуга? Ребят, вот... Это водопадная радуга. Да, видно радугу водопадную. Блин, смотри, какая вода прям, такая бирюзовая. Пойдём. Пойдёмте. Ну, её как красиво, конечно, неожиданно. Неожиданно круто и красиво. Вторая рада. Очень красиво, ребят. Ой, смотрите, кто это. Я делала контент для своих двух подписчиков в Инстаграме. Серьёзно? Ребят, подписывайтесь на Машин Инстаграм. Да. Как называется? Здравствуйте, да. У нас это Мария Волыньска. Мария Волыньска. Да. Ты оставишь ссылку в описании? Если ты мне разрешишь, то не знаю. Ну, 2000 рублей реклама. В смысле 2000 рублей? Тебе как родственнику будет скидка. По блату. По блату, ладно, 1950. Как тебе, Маша? Ну, такое. В смысле такое? Я думала, мне как жене, может, какие-то блаты там. Блаты, блаты, ладно. Как тебе картинка? Картинка офигенная просто. Мы так ещё приходим? Круто. Мы офигенно приходим. Ребят, погнали. Надо прийти на самый крутой вид. Я вам сейчас... Главное, что не хмуро. Я вам... Ну, потому что мы сегодня дождь передавали. Ну, что темнёшь? Ладно. Нет, главное, что не хмуро. Ребят. Погнали, пройдёмся на эту площадку, с которой видно, отлично видно все водопады. И ночью подсвечивается здесь. О, смотрите. Может, что-то сказал? Офигеть. Давайте на машину на лицо сначала. Как они там, вернись, да. А теперь на то, что она видит. Он такой точкой снять. Офигеть. Что у тебя? Представь, сколько воды выливает. Да, деньга, какой там... А смотри, что-то моё. Ребят, да, попросили специально, чтобы... Допустим, для вас? Для контента. А, там получается, что светло? Да. Светло с солнечными батарейками маленькими. То есть там нету проводов, питается солнце. И ночью здесь очень красиво. Пойдём чуть дальше, чтобы им было более видно. Красиво. Очень много туристов, жителей, людей, которые приехали посмотреть на эту красоту. Ну, я думала, что он не такой большой. Я представляла себе, его чуть поменьше. Серьёзно? Угу. В смысле, поменьше, Маша? Ну, я же так-то не видела. Ну, фотография. Да. Поэтому показалось, он не поменьше. Маскад, конечно, да. Это не только полный бассейн, который я не видела. Водопад? Да. Ну, это, конечно, не Ниагарский водопад. Но очень-очень круто, и мы ловим в третий раз радугу, это значит, что? Жизнь удалась. Жизнь удалась. У кого, да? Ах, не знаю. Смотри, а там прям танк. Погнали, вон ещё одна спонтровая. У вас прям сегодня будет перенасыщение водопадом. Погнали, Погнали. 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 Так ещё тут получается отсюда свет идёт? Да, прямо на водопад Я думаю... Надеюсь, не сильно шумно и вы насладились этой же красотой, как мы насладились вместе с вами. К сожалению, камера не передаёт всех тех красот, всех ощущений, но, ребят, мы старались. Очень-очень красиво. Ну что ж, ребят, подходит к концу это видео, я надеюсь вам понравилось. Это небольшая экскурсия. Если вам нравится, ставьте лайк, конечно же, не забывайте. Да, и пишите комментарии, какие места Анталии или ближайших достопримечательностей вы хотели посетить вместе с вами. А мы постараемся туда съездить и показать вам в нашем небольшом видеоблоге. Да. Всем пока. Всем пока, ребят.